Бывший криминальный лидер группировки Жензяпинский Станислав Винокуров не иначе, как родился в рубашке. Покушения на него совершались не раз, но сохранить жизнь ему удавалось. За одну из таких расправ спустя 20 лет теперь придется отвечать члену другой УПГ Танимовски Сергею Харламову. Как установили сотрудники Управления уголовного розыска МВД Республики Мордовия, обвиняемый, являясь участником одной из преступных группировок, проходил возле дома по улице Коваленко в Саранске вместе со своим знакомым. С собой у него был незаконно приобретенный пистолет конструкции Токарева. Харламов заметил Винокурова на другой стороне улицы, перешел дорогу и настиг конкурента в нескольких десятках метров от остановки общественного транспорта. Подойдя ближе, Харламов трижды выстрелил в оппонента. Жизнь Винокурова спас бронежилет под одеждой, и в ответ Шензяпинец стал отстреливаться из своего ТТ, но не попал в Харламова. Киллер, невзирая на ответный огонь, сделал два прицельных выстрела в голову. Одна из пуль насквозь прошла лобную кость 32-летнего Винокурова. Потерпевший остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. А причиненные ему телесные повреждения были квалифицированы как повлекшие тяжкий вред здоровью. Тогда, в 2001 году, уголовное дело было возбуждено по статье «Покушение на убийство». Найти киллера сразу не удалось. Винокуров проходил долгую реабилитацию и не знал своего обидчика, в отличие от Харламова, который испытывал дикую неприязнь конкуренту. В результате проводимой работы по раскрытию преступлений, совершенных в прошлые годы, следователи Следственного комитета совместно с сотрудниками полиции установили причастность обвиняемого к совершению данного преступления. Мужчина дал признательные показания, которые подтверждаются иными материалами уголовного дела. Стоит отметить, что он уже приговорен к лишению свободы за совершение преступлений против личности. Харламову вынесли приговор в далеком 2005 году. Сейчас к неотбытому сроку наказания за прошлые темные дела ему, скорее всего, добавят новый и немалый срок. Александр Аносов, Анастасия Семышева. Программа «Происшествие». Программа «Происшествие». Программа «Происшествие». Программа «Происшествие».